МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наследили и исчезли. Вандалы вышли на охоту. Испорчено несколько автобусных становок и информационных табло с расписанием. Наринмарцы в гневе. АТП бьет тревогу. Ну вот опасный момент. И сейчас вратарь щитком отбивает шайбу. Просто нашим везет. Молодец. А как без спорта? Вспоминаем матчи первого в истории Кубка губернатора НАО по хоккею. Прошла неделя. Эмоции остались. Репортеры Севера о жарких событиях на холодном льду. Финишная прямая очередной недели в ближайшие полчаса. Я и мои коллеги подведем итоги минувших 7 дней. Вспомним самые важные моменты в студии Олег Танзейский. Здравствуйте. Стартуем с краткого обзора за неделю. Картина о 7 дней в деталях. Что произошло, с кем и как-то было. Событий очень много и все значимые. Итак, по порядку. На этой неделе для бизнесменов начались налоговые каникулы. Важный для нашего региона закон приняли депутаты окружного собрания сразу в двух чтениях. Согласно ему, вновь зарегистрированные бизнесмены в течение двух лет освобождаются от уплаты налогов. Теперь о спорте и тоже важно. Традиционный кросс на снегоходах «Буран» в этом году пройдет на новой трассе. Это связано с аномально теплой погодой. Качгартинская курья на треть покрыта водой и непригодна для проведения соревнований. Таким образом, моркомитет принял решение проложить трассу в районе Старого аэропорта, а именно на улице Российская. Гонки пройдут, как и планировалось, 28 марта. В Наринмаре тем временем выбрали лучшего воспитателя Ненецкого округа. Победу одержала Мария Шашолина. Это педагог высшей категории детского сада «Радуга». Теперь ей предстоит выступить в Москве. На этой неделе завершилось трехдневное путешествие клуба активного отдыха «Белый лист». 20 участников на 16 снегоходах преодолели более 600 километров к природному памятнику «Каменный город» в Тиманской тундре. Экспедиция завершилась удачей. Переносимся на стройку. Неоправданно долго, по мнению главы региона, ведется проектирование пристройки к основному корпусу окружной больницы. К ее возведению уже в этом году должны были приступить Наринмар строя. Но, скорее всего, чуда не произойдет. Проектно-сметная документация до сих пор не готова. Строители ссылаются на медиков. Последние, мол, не могут предоставить грамотное техзадание. В итоге документы на пристройку будут готовы как минимум только через 8 месяцев. Губернатор Игорь Кошин, мягко говоря, разочарован. Теперь традиционно о главных темах программы в обширном формате. Столица региона на этой неделе погрузилась под воду, и это в марте. В непроходимые реки Наринмарские улицы превратил растаявший снег, который вовремя не вывезли наши коммунальные службы. И за это отдельное спасибо. Хозяйственники снова не подготовились к резкому потеплению. На дорогах наблюдались огромные пробки. Для Наринмара, кстати, редкое событие. Заторы провоцировали многометровые лужи и рыхлый снег. На тротуарах было нечто похожее. Многие жители Наринмара тем временем уже переобулись в резиновые сапоги. Впрочем, как и я. А иначе никак тогда репортаж, который мы сейчас покажем, просто бы не сняли. Да, и это март, да, и это середина марта. И это снова происходит с Наринмаром. Он погружается в одну большую лужу. В улице Выучейского снова ушла под воду. Пешеходные переходы не видно. Машины еле как проезжают. Люди думают, где же пройти. Как перейти дорогу-то? Как? А почему не резинки на ногах? Ну, так поехала. Давайте мы поможем вам пройти, может быть. Обойду там дальше. Обойду. Наринмар с каждым часом все больше похож на Венецию. В каналы превращаются целые улицы. Вот только горожане этому не рады, да и лодок не видать. Я уже с утра устала ходить по дорогам эти, если честно. Чтобы попасть на работу или просто в магазин, приходится форсировать водные преграды. Люди мокнут, машины глохнут. Теперь в городе с нетерпением и ужасом ждут похолодания. А пока... Вот это вот пешеходный переход. Сейчас будем штурмовать его. Надеюсь, не подскользнусь. Пойдем, пойдем, Рома. О, Боже. О, Боже. О, Боже. Слава Богу, прошел. Ну, вот оператор сейчас идет, тоже стремится до меня. Тоже прошел, слава Богу. Вот такие вот пешеходные переходы у нас в Наринмаре. Это в марте месяце. Такой ранней весны не помнят уже давно. Вместо привычных 20 ниже нуля термометр показывает плюс два. Из-за небывалого потепления снег начал таять с фантастической скоростью. И кажется, что даже четвероногие не понимают, в чем дело. Вчера был снег, уже сегодня весенний потоп. Не боишься лапы подмочить? Не боишься? Наверное, боится больше микрофона, а не эту огромную лужу. Слушай, ну куда ты убегаешь? Ну вот не хочет проходить лужу, видимо, все-таки боится лапы подмочить. И хотя лапы теперь придется сушить, зато правила ПДД не нарушены. Так автомобилисты плавали по всему городу, а коммунальщики как сквозь землю провалились. Ни ремонтных бригад, ни предупреждающих знаков, ничего. Впрочем, одну машину мы все же нашли. Вот только толку? Оказалось бы, вот она помощь подоспела. Сейчас эту лужу ликвидируют, но коммунальщики сами застряли в этой гляше и не могут теперь проехать. А мы следим за этим. Несколько часов и машину освободили. Затем коммунальщики приступили к спасательной операции. Осушивали проезжую часть возле городской четвертой школы. А у вас вообще вот в планах еще сегодня где хотите откачать воду? Везде. Где лужи есть, да? Да. Но сейчас пока не получается. Пока спасаем, кто есть. Но после их спецоперации ничего не изменилось. Лужа осталась, пешеходов, наводнение и здесь застало врасплох. Все-таки март на дворе, конечно, кто-то подготовился, но это, видимо, только школьники. С ранцем за спиной и в резиновых сапогах они штурмовали огромную лужу. Слушайте, ребята, ну вот такая огромная лужа, да, можно кораблики выпускать, поползать. Интересно вообще, увлекательно? Да. А если уберут, будете жалеть? Да. Будете жалеть? Плавать нельзя будет. Таким летом поплавать. Нет, в ботинках не надо проходить. Вот смотри, что делают. В ботинках проходят. Не страшно тебе? Неа. Нормально? Да. Но для взрослых это ненормально. Горожане считают, что коммунальщики снова повторяют ошибки прошлых лет. То есть ничего не делают. И предлагают чиновникам хотя бы на неделю стать пешеходами. Потому что надо просто сделать, вот кто ездит на машинах в администрации, надо сделать недельник, неделя пешехода устроить. И чтобы они от дома до своей работы прошлись однажды пешком. Чтобы прочувствовали. Чтобы прочувствовали. Чтобы не было у них такое от порога до порога на машине. Просто можешь убирать помимо зимы. Как-то убирать. Вот это же как будто считается пешеходный переход. Переулок-то пешеходный. И для ребят это больше никак не обойдешь. Именно здесь ходят. И не убираются. В любую погоду не убираются. Мне не пройти. Как я пройду здесь? Ну а куда еще проходить? Там больше негде проходить? Нет, я пройду. Но дело в том, что это же ребята ходят. Ноги сырые. Снова болеют. Недавно была вот эта вся эпидемия, гриппы. И опять будут кашлять. И опять будут на больничном родители. Чего резинки не надел? Не знаю, этих удобнее. Удобнее. Ноги сырые уже? Что касается резиновых сапог, то жители Наринмара их уже скупают. В больших количествах сразу по несколько пар. На запас. Резиновые сапоги снова в моде. На этом товаре предприниматели делают огромные деньги. Только за вчерашний день было продано несколько десятков пар резиновых сапогов. Но и они иногда не спасают. Например, от брызг проезжающего, а точнее проплывающего автомобиля. Часто водители не задумываются о пешеходах. И на луже начинают выжимать полный газ. Словно показывают мощь своего автомобиля. Улица 60 лет. СССР на этой дороге вообще нет дренажных колодцев. Поэтому лужа здесь в принципе это не удивительно. При этом коммунальщики не задумываются сделать их, например, летом, чтобы подготовиться к весне. И чтобы люди наконец-таки не страдали здесь, на этом участке. Наверное, дорогами все-таки надо заниматься, надо поднимать как-то. Вот это вот место, они же знают. Там колодец в Кармановке, вот на той улице на Рыбников. Там тоже так же. Там ведь не подъехать, кто живут, таскают воду. А здесь тоже, мне кажется, тем более тут как центральная улица ее. Тоже, наверное, засыпать надо, поднимать. Потому что, не знаю, как еще. Теперь вся надежда на похолодание. Но и здесь ныринмарцам придется нелегко. Если морозы все-таки ударят, город превратится в один большой каток. И это, как обычно бывает, для коммунальщиков тоже станет полной неожиданностью. Дальше снова о неприятном. В Ныринмаре завелись безжалостные вандалы, которые испортили автобусные расписания на остановках Ныринмара. Уже известно о девяти случаях. В одном из них афишу вообще сорвали и унесли. Свидетелей, к сожалению, пока нет. АТП обеспокоено. События действительно тревожные. Таблички специальные изготовили для удобства пассажиров. На информационных афишах подробное расписание движения общественного транспорта. Кому же помешали вывески? Нам так и не удалось выяснить. Абсолютно никаких улик и зацепок. В общем, смотрите. Я не понимаю просто, кто это мог сделать и для чего? Ну, кто может сделать? Вот вандализм, так называемый, как говорится, нашего населения, нашей молодежи. Скорее всего, конечно, молодежь. Судя по тому, как испорчены эти аншлаги, то есть современные иерогрифы, надписи молодежные на иностранных языках. Естественно, что там пожилые люди этим заниматься не будут. Вместо расписания автобусов на афишах теперь признание в любви. Еще чаще красуется русский мат. 8 из 37 табличек успешно испорчены. Одна с остановки вообще пропала. Унесли вместе с шурупами. Новые информационные табло провисели нетронутыми всего 2 недели. Остановка на факеле. Здесь расписание тоже подпортили. Вот слава, сердечко Рома. Сердечко кто-то друг другу признавался в любви. Ну, а заодно еще подожгли сигаретой. Плюс нанесли черную краску. Если посмотреть, то следы, в принципе, недавнейшие. Кто это сделал, выявить, по сути, невозможно. Ну вот, здесь побывала Полина, Вика и Кристина. Получается, рука их дела. Только какая Полина, какая Вика, Кристина, вычислить невозможно. Да, указали бы еще свои телефоны. Чтобы позвонить можно было. На некоторых остановках просто прижгли сигаретами, как говорится, цифры не читая. Где-то краской замазаны. Где-то краской замазаны, да. Казалось бы, ну кому это нужно? Ведь старались для нас, горожан, впрочем, герои нашлись. Отличились и пропали. На одном из табло указали даже номер телефона. Последнюю цифру, правда, побоялись написать. Сначала вроде все нормально, потом как-то пришел и уже было спорчено. Хулиганы какие-нибудь. Хулиганы? Да. Много таких есть. Молодежь в основном, да? Ну, так да. Стоимость одного информационного табло примерно одна тысяча рублей. Менять автотранспортному предприятию предстоит сразу несколько. Снова убытки. Еще большие понесет бюджет города. Вандалы облюбовали сами обстановки. Новые пластиковые коробки теперь выглядят вот так. Площадь Ленина в этой остановке настолько большое отверстие, что у него пролезает даже сам я. Пассажиры в гневе считают, что погром устроила молодежь. В безобразном состоянии несколько остановок. Почти все в черте города. Остановка Новоучельского, пожалуй, к ней горожане больше всех неравнодушны. Ломают, портят, рушат и так далее. Но вот эта остановка уже от ветра не защитит. Это ненормально. Конечно, если бы родители знали, где их дети находятся, чем они занимаются, этого бы не было. Молодежь больше. Взрослые не будут, потому что взрослые здесь останавливаются, чтобы от ветра, от дождя было где прикрыться. Остановки, как и автобусные расписания, конечно же, заменят. Но надолго ли две недели снова погром? Видеонаблюдение как решение проблемы. Однако такое удовольствие очень дорогое. Да и где гарантии, что и камеры не разобьют. Запомнилась эта неделя еще одним важным событием, а точнее необычной историей. Танк Т-34, который планировали восстановить в Наринмаре, отправится в Искатели. И там он и останется. Городская администрация вовремя не предоставила главе региона Игоря Кошина документы. И губернатор решил, не хотите – не надо. Монумент в память о трудовом подвиге жителей НАО будет открыт к 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Алена Валей расскажет подробнее. Легендарная бронемашина была доставлена в регион еще в июле прошлого года. Но до сих пор не обрела постоянного места прописки. Первоначально говорили о том, что памятник будет установлен в поселке Искателей. Потом решили поставить его в Наринмаре. Но нерасторопность городских властей отправила монумент обратно в поселок Нефтяников и Газовиков. План не представлен с 17 февраля. Вот месяц, понимаете? Значит, есть у нас обращение от Совета сторонников партии «Единая Россия», есть обращение от поселка Искателей. Вот нам остается апрель-май полтора месяца. Вызывает у меня большие сомнения, что вы что-то сделаете, если план график мы месяц не можем нарисовать. В поселке Искателей, напротив, все уже готово к установке нового монумента. Еще в прошлом году была отсыпана площадка. Танк будет стоять около центральной дороги перед автобусной остановкой «Тиманская». Эта территория уже согласована с дорожными службами и коммунальщиками. У нас подготовлены и сметы на это дело, и площадка, так сказать, по благоустройству она тоже. И сам постамент, как бы, рассчитан в размерах. Вот, поэтому сейчас дело за малым. Но у нас, конечно, всегда чем плохо, что на 44-й закон. Пока тендер объявишь, а время идет, просто немножко маловато времени получается. Конкурс уже объявлен, площадка расчищена. Танк ожидает своего часа на базе частного предпринимателя. Легендарный Т-34-85 прибыл к нам из Польши, где участвовал в сражениях. В этой стране его нашли и отреставрировали. Двигателя уже нет, ствол приведен в нерабочее состояние. Люк машины заварен. К 9 мая танк Т-34-85 обретет постоянное место прописки в поселке Искателей. И каждый желающий сможет прикоснуться к легендарной машине Великой Отечественной войны. Танк станет экспонатом под открытым небом. В дальнейшем площадку около монумента благоустроят. Выложат брусчатку и посадят деревья. Около памятника будут проводиться мероприятия, посвященные победе Великой Отечественной войне. И уроки для школьников. Далее реклама, ну а после расскажем о большом хоккее. Мы рады приветствовать вас в новом магазине «Премьер». В магазине «Премьер» огромный выбор кондитерских изделий, постоянно обновляемый ассортимент мясной, рыбной и куриной продукции, широкий ассортимент диабетических продуктов питания и бытовой химии. Ждем вас по адресу. Улица Пырерка, дом 7, магазин «Премьер». Надо знать, где покупать. Зрелищность, неподдельные эмоции и непередаваемая атмосфера. Все три дня мы транслировали и комментировали матчи в режиме онлайн. Хронология жарких событий на холодном льду в репортаже Алины Волчейской. Три дня, четыре команды, десятки хоккеистов, шесть ледовых баталий и всего одно звание чемпионов. В режиме онлайн первый в истории региона кубок губернатора Ниньского округа по хоккею. Первый матч играют команды РН «Северная нефть» и наша сборная «Пингвины нау». Встреча завершилась победой гостей из Усинска, счет 8-3. И сразу после еще одна ледовая баталия на льду нешуточные страсти играют хоккеисты «Лукойл Коми» и «Башнефть Полюс». Игра напряженная. И снова счет 8-3 в пользу сборной «Башнефть Полюс». Это, кстати, по оценкам самих хоккеистов, самый серьезный соперник. За плечами некоторых игроков команды из Уфы не один десяток игр российского и мирового уровней. Давно уже начал, уже даже не помню. 4 года мне было начал заниматься. Так всю жизнь идет пока с хоккеем рядом. За какие вы клубы уже играли? В профессиональной карьере. Это Салават Юлаев, Спартак, Северсталь. День второй. Северная нефть против команды из Уфы. На трибунах восторженные болельщики. Радовались каждой шайбе. Любой опасный момент и по ледовому дворцу прокатывается волна криков, топот и гудения. Штанга в щепке, шайба в клочья. Победит Уфа всех точно. Завершающий день соревнований. Самый сильный соперник – команда «Башни в полюс» против сборной Нинецкого округа. Играли до последней шайбы, до последней секунды. Наши сделали самое главное. Они победили сами себя. Они показали, что можно выходить на лед даже против более сильного, более именитого соперника. Показывать свое мастерство, бороться, сражаться и ни в коем случае не сдаваться. Десять шайб пропустили хоккеисты нашей сборной. Ворота соперников забили пять. Полчаса перерыва и матч за второе место. На льду команда «Северная нефть» против игроков из Лукоил-Коми. Соперник хороший, готов к игре, подошел. Мы вышли расслаблены, слишком много удаляемся. Нужно сейчас собраться, настроиться на игру, потому что не настроились, но недо настрой был на игру. А команда против нас вышла, она готовая, настроение боевая, вышла на победу. В третьем периоде лукоиловцы одну за одной отправляли шайбы ворота «Северная нефть» и вырвали победу со счетом 6-3. По результатам этой игры хоккеисты Лукоил-Коми заняли в турнире второе место, третью команду «РН «Северная нефть». Ну а кубок губернатора Ненецкого округа улетел в Уфу. Все участники соревнований в восторге. Так завершился первый в истории округа ледовый праздник. Хоккеисты из команд, недропользователи пообещали приехать на кубок и на следующий год. Конечно, хотелось бы. Соседи географические, с которыми очень давно дружим, почему нет, это раз. Во-вторых, самый теплый прием всегда в городе, на Ринмаре. От души все происходит, поэтому грех жаловаться и, конечно, хотелось бы. Турнир прошел прекрасно, на замечательном уровне. Спасибо вам большое за этот праздник. Вместе ровно год по всей стране на этой неделе отметили годовщину со дня воссоединения Крымского полуострова и нашей страны. Напомню, Крым вошел в состав России, по итогам референдума, в ходе которого более 96% жителей Острова Свободы высказались в поддержку этого решения. Спустя год после этого исторического события миллионы россиян вышли на концерты и митинги, отметили памятную дату и в окружной столице. В Наринмаре на площади Марацей собрались десятки людей. Своих не бросим, навеки с России. Крым наш, как и год назад эти лозунги на устах наринмарцев. С подробностями моя коллега Надежда Литкова. Крым после расставания длиной в 20 лет провел свой первый год в составе России. 16 марта прошлого года 97% жителей Крыма и Севастополя на референдуме высказались за воссоединение с Россией. Сегодня в Крыму налаживается производство, открываются новые предприятия, обновляется туристическая сфера. За год на полуострове сделано многое. Еще больше предстоит сделать. За этот год произошло осмысление этого вопроса. Ведь никто не говорит о том, что в Крыму нет проблем. Конечно же есть проблемы, связанные прежде всего, может быть, не совсем хорошей обустроенностью жизни с точки зрения медицины, и образования, и бытовых каких-то условий, и условий для бизнеса, и так далее, и так далее. Но самое главное, самое главное, что этот год показал, что мы на правильном пути, что мы все другие регионы России очень рады тому, что Россия присоединил Крым, что Крым снова вместе с нами, а это значит, все проблемы, которые стоят там, будем решать сообщат. Далекий Крым стал ближе и жителям Ненецкого округа на Черноморском побережье отдохнули более 300 детей. Ольга Тагамлыкова, уроженка Наринмара, проживает теперь в Шотландии. В сентябре прошлого года Ольга сопровождала детей родного Ненецкого округа во время поездки на солнечный полуостров. Несмотря на возникающие проблемы, крымчане уверяли, главное, что теперь мы независим от Украины. Жители Крыма очень рады. Поэтому какая может быть еще позиция? Мы не встретили ни одного негативного ответа на наши, можно сказать, прямые вопросы, как вы к этому относитесь, а действительно ли вы этого хотели сами, а не мешали ли вашему мнению вежливые люди. Вы знаете, нам всегда говорили одно и то же, ребята, мы никуда не присоединялись, мы всегда были. Мы всегда были, есть Россия. Гордые жители России, радостные дети с патриотичными девизами поддержки на плакатах, самодеятельные коллективы во всех регионах страны собрались на площадях, чтобы вместе отметить годовщину большого события. Родственники там живут в Крыму. Да, теперь не надо мне ездить за границу. Теперь я езжу на свою территорию, территорию Российской Федерации. Очень хорошо. Все, да и людям хорошо, которые находятся в Крыме. Все за присоединение были, все довольны. Я, например, очень рада и счастлива за это событие, которое случилось у нас в России. Крым наш, он был всегда, он будет всегда наш. Иначе не может быть. Мне очень понравилось там вообще. И ребята такие, они веселые, такие же, как мы. Как бы добрые. И не знаю, что против того иметь можно, против того, что Крым присоединили к России. Он же давно-то был же, но в СССР, конечно. Но и сейчас я рад туда съездить еще отдохнуть. Это вообще бы шикарно было. Я, честно говоря, очень рад, что Крым все-таки вернулся домой по свою законную родину. Как и год назад, в небо над площадью Мараций устремились воздушные шары цветов российского флага. Символы мира, дружбы и единства. Это были главные события минувших семи дней. По крайней мере, мы их увидели именно такими. Спасибо, что были с нами. До встречи и оставайтесь на севере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова